Сегодня мы вкратце поговорим про 13-ю и 14-ю страницы трактата Йома на субботний дофьоми и дофьоми первого дня. И на 13-й странице возвращается тому к тому, что я уже в самом начале трактата начал обсуждать. Помните, Магаэля, что, по мнению раби Игуды, приготавливают другую жену для Коэн-Кадоля на случай, если умрет эта, чтобы у него была ровно одна жена, когда он будет служить Йом-Кипур. Нужно, чтобы он искуплял для своего дома Вихипер Баадо Беат Бейто, он искупит для себя и для своего дома. И дом имеется в виду жена, в том числе, дом человека. Поэтому учатся, что он не может иметь два дома, то есть не может быть многоженцем и не может, наоборот, не иметь дома вообще. Поэтому Талмуд подробно обсуждает технически, как это выполнить, по мнению раби Игуды. Аллаха не следует раби Игуде, но просто по мнению раби Игуды, и как вообще сделать, чтобы у человека была в потенциале другая жена у этого Коэн-Гадоля, которая станет его женой, если вдруг умрет эта. Как это правильно сделать с ней? Кедушин и так далее, чтобы она не была еще женой, но только если умрет его настоящая жена, тогда эта жена будет технически его женой на Йом-Кипу. Интересно, да, что рабины не беспокоились о таких вещах, как они говорят, что смерть – это редкая вещь. Только раби Игуда об этом беспокоился. Равины беспокоились, что человек станет нечистым, это гораздо чаще случается. Коэн-Гадоль, мы, кстати, нечистым, тогда нужен другой Коэн-Гадоль в потенциале, то есть Коэн, который приготовлен стать Коэн-Гадолем прямо в Йом-Кипур, если понадобится. Это вот вице-коэн, как я его назвал, да, вице-приготовленный для Коэн-Гадоля. Это беспокоится рабины, что вдруг станет нечистым Коэн-Гадоль. А вот то, что у него умрет жена, это маловероятно. Это они не беспокоятся. А раби Игуда и об этом беспокоятся на всякий случай. Видите, это чисто техническая деталь, что вот у него должен быть дом. Даже если он эту женщину, видимо, особенно не знает, она просто была потенциально готова стать его женой на Йом-Кипур, если умрет его жена. А потом останется ли она его женой – это большой вопрос, да. Какую они женщину, по мнению, раби Игуда, приготовили. Вот. Но я хотел остановиться снова на вопросе, который я уже немножко, кажется, коснулся в самом начале трактата Йома, а именно то, что Райвет приводит в комментариях к Рамбому, что у Йогояды вроде бы было две жены. Я уже немножко рассказывал про это. На самом деле, еще до Райвета, как раз на нашей странице, тософот Ешаним. Помните, я вам говорю, что здесь два типа тософот напечатаны у нас в трактате. Один – это обычный тософот, но они как раз необычные. Те тософот, которые у нас большими буквами напечатаны, это тософот, скорее всего, Магарама из Роттенберга, то есть немецкого мудреца, который жил, в общем-то, немножко позже, чем большинство Балли-тософот. Он был учителем Роша. А с другой стороны, вот как раз маленькими буквами напечатаны тософот, которые больше, видимо, похожи на обычный тософот. Знаете, нет такой вещь, как обычный тософот, потому что в разных трактатах во многих из них разные школы тософот. Просто они все примерно из одной группы происходят. Но это были школы, которые были в разных городах, в разных странах и в течение многих сотен лет. Есть трактаты, где одна и та же школа произвела тософот, который у нас напечатали. То, что мы знаем, тософот шила, но наши тософот – это в разных трактатах из разных школ. Но из общего, так сказать, общий корень тософот – это потомки и ученики Раши, и потом их ученики уже. Но конкретно каждый трактат нужно смотреть отдельно и анализировать. И есть попытки сгруппировать трактаты тех, в которых тософот из одной и той же школы, и тех, в которых из какой школы какие тософот. У нас сейчас так много информации есть и по манускриптам, и по цитатам из других мудрецов, что можно очень много выяснить про тософот. Но, по крайней мере, уже давно заметили охроним, что тософот Юма, они вообще очень не похожи. А вот тософот, которые напечатаны маленькими буквами в наших изданиях обычных, их позже напечатали и назвали старый тософот. Вот это, видимо, действительно похоже на обычный тософот. Как бы там ни было, вот в маленьких буквах, в тософот Ешаним, они как раз приводят тоже этот стих из Диври Аямим, и говорят, что, может быть, он развелся потом, то есть он женился на двоих и потом развелся с одной из них перед Йом-Кипуром. Но все равно они оставляют царих Иун, что это вроде неубедительно. И многие решоним, которые это привели, тоже, Рош, Ритвай это обсуждает от имени другого мудреца, они все на этой странице обсуждают стих с Диври Аямим, и ни один из них не предполагает то, что я приводил от имени некоторых охронимов, что речь идет вообще не о самом Егойада, и что говорится, когда он взял двух жен, имеется в виду не себе взял, а для своего подопечного царя Егуаша. Ни один из решоним так не говорит. Все они предполагают, что Егойада взял себе двух жен. Поэтому они пытаются объяснить, как он мог взять двух жен. Может, он не был конгодолем в этот момент, или что он развелся с одной из них потом перед Йом-Кипуром, что странно очень. Поэтому они так удивлены, да, с какой стати. Он женился, чтобы потом сразу же развестись вскоре. В общем, так или иначе, просто хотел обратить ваше внимание на то, как этот вопрос с Диври Аямим. Это вообще очень большая редкость, что что-то спрашивали из Танаха. Почти все вопросы, они из самого Талмуда на Талмуд. Иногда из Медрашей, или из Иерусалимского Талмуда. Больше всего то, что обсуждает Тософот, и другие решения, это когда они что-то доказывают из одного места Талмуда, и пытаются это сравнить с другим местом Талмуда, и объяснить противоречия, кажущиеся противоречия. Или что-то разное мнение, на самом деле, что есть противоречия, и просто это в одном месте суги идет по одному мнению, в другом по другому. Это то, чем занимается Тософот больше всего. Здесь уникальный случай, когда они приводят вопрос из самого текста Танаха, из книги Диври Аямим. Не такая уж сильно изучаемая книга. Многие люди не изучают Диври Аямим. Ее мало кто изучает. Вообще Танах меньше изучают, чем Устный Закон. Но в особенности Диври Аямим вообще мало кто изучает. К ней даже нету никаких почти стандартных комментариев. Например, Раши, который напечатан в Диври Аямим, считается, что это не Раши, а какой-то более поздний мудрец. Он цитирует Раши, даже спорит иногда с ним один раз вроде бы. В всяком случае, он напечатан как Раши, но это не Раши. И у нас, получается, к Диври Аямим есть комментарии Радака, правда, из важных комментариев. А на 14-й странице уже новая Мишна обсуждает, что Коэн-Гадоль в это время все время тренировался. То есть эти 7 дней у него не только была идея, что он отделен от всех, чтобы не стать нечистым, но он еще и вдобавок как бы практиковал, в том числе, да, ему скоро придется в Йонг-Кипур, вся практически служба была Коэн-Гадолем делана. Он все почти делал сам. И служба внутри, то есть заходить в Святую Святых, конечно, мог только он. Но даже служба снаружи, всевозможные обычные жертвы, ведь и в Йонг-Кипур приносилась каждодневная жертва, если это была суббота, приносилась субботняя жертва мусав, да, и в Йонг-Кипур тоже есть обычный мусав. Было многое, что приносилось, то, что называется, снаружи, то есть на обычном жертвеннике, как в любые праздники. Были особые службы, которые делались прямо внутри. И Коэн-Гадолем все время переодевался каждый раз, и то заходил в белой одежде внутрь, то в цветной одежде, в восьми одеждах служил снаружи. Но все делал он сам практически. А вот здесь, семь дней до этого, он уже начинал, видимо, тренироваться, привыкнуть, да, и какие-то работы делал. И вот здесь начинается обсуждение, в том числе, насчет порядка точных работ. Вы знаете, у нас в Сидуров напечатанной, и те, кто не опаздывает на молитву и читает все, что положено, прочитывают каждый день такой отрывок Абай Мисадер, или некоторые читают Абай Хава Мисадер, что Абай рассказывал порядок службы фактически. Он в двух словах рассказывал порядок службы, что после чего шло утром в обычные дни. И заметьте, что там говорится, что он это грел от имени Абашауль. На самом деле не все согласны с Абашауль. Есть много разных мнений насчет точного порядка. И вот здесь уже касается немножко этой темы. Позже это взято тоже из трагната Йома, отрывок, который мы читаем каждый день, но он будет позже. Еще через где-то 16 примерно страниц. А вот сейчас обсуждается частично уже то, что будет касаться. И вот некоторые разные мнения насчет точного порядка разных служб. Потому что в течение утра нужно было сделать много разных вещей. Нужно было почистить минору, например. Нужно было принести жертву томит, утреннюю жертву барашка. Это в любой день приносилось. И в зависимости... Там еще разные стадии этой жертвы. Это само упрыскание крови. Потом мясо воскуривать. И жиры разрезать, воскуривать. Это все в разные времена. Потом нужно было кеторит воскурить каждое утро. Рано утром они воскуривали кеторит. Это вот те самые растения, 11 растений, ингредиентов, которые расталчивали и приносили на маленький жертвенник. А Коэнкадольген Кипурт Абабак еще в Святую Святых заносил этот кеторит. И там приносил. Но обычный день был кеторит утром и после полудня. Так же, как жертва была утренняя и после полудня, так же кеторит был. Один утром, рано утром, а другой ближе к концу дня. И вот точный порядок утренних всех этих работ, как я сказал, здесь есть некоторые диспуты, в которые я уже вдаваться не буду, в технические детали. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.